здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пименко и сегодня будем говорить о кино и театре потому что сразу два этих важнейших направлений искусства у нас представляет наш гость актер андрей москвичам здравствуйте здравствуйте нет recall но вот он всегда стоит выбор все-таки театр или кино или это невозможно разделить но для меня это невозможно разделить для меня они идут рядом потому что я считаю что артист то становится артистом только в театре именно скажем смысле профессии понимания профессии и становится профессионалом только в театре потому что там нет дублей именно потому что там нет дублей потому что можно сделать там сколько угодно дублей потом опять же кино это искусство монтажа конечно а в театре вот ты вышел полтора часа все на 2 часа и ты на сцене вся твоя энергия ты как бы вот не он никуда не уйдешь да замечательно когда у тебя прекрасные партнеры но когда ты на сцене один и у тебя есть монолог и вот ты никуда и зрители больше никого да это это ощущение это чувство конечно ничем не сравнимо но мы еще об этом поговорим скажем так а психологической составляющей но вот у меня написано что вы долгие годы были актеры московского государственного театра киноактера который был довольно известным театром и насколько я понимаю создавался он ну очень условно говоря вы мне сейчас все расскажите эту историю так театр для тех актеров которые ну как бы в театрах не задействованы пока у них не было киноролей вот они участвовали в этом проекте и театр получил имя театр получил признание и насколько я понимаю сейчас его уже нет ну фактически государственного театра киноактера сегодня нет сегодня есть театр с другим названием с другим руководством скажем так с другой политикой репертуарной на самом деле вот за те 11 лет что я работал в театре киноактера и вообще считать что это для меня было очень счастливое время во первых был очень хороший репертуар то который я сыграл в этом театре но скажем такие роли как лука на дне артуру и у режиссера художника бориса бланка затем ну я не буду говорить уже про детские спектакли разнообразным все там был хороший классический репертуар спектакли разного стиля разного уровня на малой сцене я играл в провинциальных анекдотах скрипача базильского в новелле 20 минут с ангелом но все те люди все актеры с кем я разговаривал кто когда-то служил в театре не на актера они все говорили об одном да у театра очень богатая история ну скажем так театр в свое время создавался нашим великим режиссером сергеем герасимовым для того что если актер пока не занят в кино он не просто сидел и ждал звонка ждал там очередных ролей он практиковался на работе не он работал на сцене а для того чтобы был постоянный тренинг и у театра действительно были времена взлета были времена затишье но я считаю что самое главное может быть причина почему сейчас именно театра киноактера нет что к началу 90-х годов когда советский союз развалился а на тот момент это был не просто там театр это был театр студия киноактера при киностудии мосфильм то то есть как бы и скажем так на мой взгляд в театре не оказалось очень сильного творческого лидера в первую очередь режиссера лидера скажем уровня андрея гончарова марка захарова вот такого на котором держится на котором вообще я считаю что режиссер вот для меня режиссер в театре это главный человек это как капитан очень большого корабля и он берет ответственность как этот корабль идет ну да я согласен с вами вот я считаю что театр киноактера в этом не повезло потому что когда наступили тяжелые 90-е годы театр скажем оказался на перепутье потому что была очень большая труппа которую содержать уже было невозможно потому что там жили немножко по другому принципу но я могу сказать что тот директор олег михалыч бутахин который пытался держать этот театр на я пришел 2005 году первая моя работа это режиссер игорь яцкого ученик анатолия васильева спектакль мира за миру затем были спектакли женитьба фигаро потому-то у бориса бланка я сыграл в на дне луку то есть репертуар старались держать но как это часто бывает что руководство которое пришло в 2010 году видимо у него были другие виды на театр и другие планы другие виды на театр потому что с одной стороны у нас был репертуар репертуар о котором никто не знал и допустим если я приходил на пробы на киностудию мосфильм или там в другие кинокомпании когда меня спрашивали где вы служите я называл театр киноактера у людей были удивленные глаза и они задавали один вопрос что он разве существует еще что разве еще существует и они были очень удивлены когда я называл им что у нас есть спектакль и у нас есть репертуар и когда кому-то я задавал вопрос а вот что вы смотрели мне называли различные антрепризы то есть театр стал практически прокатной площадка к ты площадкой то есть но для других на и вот в 2017 году пришло другое руководство никита сергеевич михалков но нам уже давно говорили что конечно никита сергеевич вряд ли будет работать с этой труппой с этим коллективом и на к сожалению до сегодня это театр другого названия да там есть спектакли есть репертуар но это уже другая история это все началась совершенно другая история а как вы пришли в театр как вообще ваша актерская судьба то сложилось вы знаете я всегда отвечал так наверное заболел театром еще в детстве вот очень сложно что значит заболел я помню в детстве мы с мамой пришли в наш челябинский театр драмы имени цвилинга тогда он носил такое название наверное мне было лет 9 или 10 и я увидел спектакль а любовь яровая вы знаете вот честно вам скажу я до сих пор не помню о чем этот спектакль на революционную тему но там был один эпизод когда в дворянском собрании танцевали девушки в платьях и мальчики в белогвардейской форме и вне мама-то говорил это студенты нашего института культуры и вот почему-то для меня тогда в 9-10 лет я уже точно понял что это вот я хочу идти учиться именно в этот институт и я хочу я кстати очень много читал о театре я могу сказать что я в профессию пришел без иллюзий то есть уже подготовленным когда я прекрасно понимал что это за профессия кстати по первой профессии я киномеханик вот тоже тоже рядом да как бы очень много смотрел очень много видел и затем после армии я поступил наш челябинское училище искусственно-театральное отделение затем пришел работать в челябинский театр юного зрителя до сих пор считает о своей первой профессиональной сценой я вот недавно был челябинск очень красивый такой очень красивое здание таро здание выход значит там сейчас такой ну как в каждом городе свой арбат вот выход из него там на переход перейти прямо она видно недалеко памятник ленину самый центр города да вот после года работы я решил попробовать свои силы в москве как все молодые люди даже молодые артисты и вот с этого периода у меня началась моя московская эпопе я не жалею потому что я видел что происходило в 90-х годах с кинематографом но его не было и его фактически не было вот но при этом была вера в себя ну конечно вера то нам всегда в себя и помогает вот тут возникает вопрос возвращаясь к теме театра почему я и задавал этот вопрос что важнее театр или кино и понятно что тут вывод напрашивается что театр это когда ты тут тут же сразу же до выдаешь продукт да можно его готовить можно годами готовить но спектакль должен быть проект должен состояться из только зритель может оценить его вот мы рассказали об истории этого театра может быть некоторые даже и не в курсе всех этих перипетий но вечная борьба между театром который называется репертуарный и мы же прекрасно понимаем что все актеры возможно и вы участвовали рано или поздно участвует в интерпризных спектаклях когда они едут например по городам и весям красивые афиши но зачастую этот спектакль не имеет отношения к какому-то репертуарному театру а он просто существует вот как сегодня выживают театральные актеры и если ты не являешься с актером репертуарного театра это значит что ты должен пытаться попасть либо вот в эти вот но гастрольные туры либо действительно пытаться из кино все выжимать ну я считаю так что конечно сегодня актер который не служит в репертуарном театре намного сложнее да он в постоянном поиске в первую очередь поиски съемок в поиске там общение с кастинг директорами агентами но мне повезло в этом плане потому что я считаю что я никогда у меня не было долгих пауз потому что после того как я ушел из театра киноактер и меня появился такой театр тоже фактически он как антрепризный театра галактика где у меня есть два названия это капитанская дочка где игра емельяна пугачёва и герой нашего времени где я играю максим максимыча и затем у меня появился тоже антрепризный проект мастер и маргарита кстати с мастером и маргаритой с этим спектаклем я до сих пор в нем работаю до сих пор очень много поездок потом у меня еще появился спектакль буквально недавно фактически полгода назад такой спектакль гусарская свадьба если помните был такой фильм сватовство гусара молодым михаилом боярским еленой кореневой и замечательным андреем поповым вот и еще у меня год назад даже на полтора года назад поступило такое предложение от которого я понял что ну грех будет отказаться я поехал в липецк чтобы сыграть в спектакле табачный капитан петра первого потому что все мы помним наш старый советский фильм табачный капитан мюзикл так ну такой мюзикл да но когда я прочитал пьесу которую там очень большая и очень много действующих лиц у нас кстати на сцене в этом спектакле занято больше 50 артистов так да это же спектакль музыкальный режиссер постановщик заслуженная артистка россии елена оленина и вот она меня пригласила опять же как получилось когда мы с ней встретились оказались что мы снимали с ней вместе в одном сериале в одной из серий правда вместе не рабочая но в одной из серий вот и когда я стал читать пьесу табачный капитан я понял насколько она злободневная на сегодняшний день потому что ну вот старый фильм мюзикл он все-таки мюзикл больше такой развлекательный да а здесь спектакль идет два с половиной часа и очень много действующих лиц и скажем самое главное финале у петра первого есть монолог и он выстроен так что он обращается к зрителю и он говорит господа приглашенные сегодня новый корабль корабли российские собой умножит мы ежели у деревушки у реки стоящие без щелноков не бывает так можно ли держали великой морями омываемой без мощного флоту быть его и крепим по мере сил и разумения нашего себе на безопасность врагам на страх родине на процветание вот так идет такой как бы финал спектакль я вам могу сказать что иногда даже зрители отвечают ну вот видите сейчас сделал небольшую паузу и коль вы уже заговорили о кино то второй части поговорим о скажем так а киношную историю о вашей творческой судьбе напомню что нас гостях андрей москвичева актер театра и кино дождитесь продолжения напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко у нас гостях андрей москвичева актер театра и кино поговорили о театральной ну понятно что тут можно много еще задавать вопросов и по поводу других проектов и конечно же актер всегда находящийся но что называется в трудах праведных это интересно пробовать разные роли но кино привнесло в это искусство еще совершенно неожиданный такой подход это что вы сказали когда в 90-м год в 90-х годах кино как бы на время перестала существовать а потом вдруг пришло возрождение появились так называемые кастинги кастинг дирекции так далее и многие люди начали стучаться со всех сторон хочу сниматься в кино и кстати был период когда иногда фильме профессиональных актеров было совсем немного а были как бы все со стороны но все проходит все меняется всему нужно учиться и поэтому такой вопрос как вы пришли в кино ну скажем так первая профессия киномеханика я очень сильно заболел потому что на самом деле в силу тогда свои первые профессии я очень много смотрел и разума кино ну да мотали на ус до чем хорош был наш советский кинопрокат то что тогда любой фильм его должны были показать пускай там первым экраном вторым экраном там небольшим экраном но я вам могу могу сказать что я допустим у нас вот в городе челябинске был даже кинотеатр небольшой где показывали в основном авторское кино и я помню что я смотрел там фильмы феллинии корабль плывет что-то еще сегодня к сожалению такого нет но есть интернет где ты можешь смотреть все что ты хочешь но это иногда некоторые фильмы все-таки нужно поискать чтобы их посмотреть в хорошем качестве да не пиратскую версию да но тут уже действительно от того какой вкус у тебя они что ты хочешь смотреть тем более сегодня кстати очень много проектов снимается именно для интернет платформ до сегодня сериальная составляющая очень много ушли ну как бы телевидение теряет свои определенные некоторые позиции естественно сериалы и многие я думаю что и вы прекрасно знаете об этом многие сериалы в том числе отечественное получает гораздо больше зрителей и большую прибыль не находясь даже на телевидении а вот именно живя вот в другой среде среде интернет в цифровой но потому что на самом деле сегодня качество даже сериалов очень сильно изменилось профессионалы изменились если в девяностые годы это было таким как бы на ругательным ну что это такое мыльная опера мыльная опера на то сегодня конечно качество очень изменилось во первых изменились бюджеты таких проектов и актеры очень хотят работать именно в этих сериалов и очень много актеров стали популярными и знаменитыми благодаря этим сериалам поэтому сегодня действительно как бы рынок сериалов очень сильно процветает я скажем всегда с удовольствием когда мне допустим агент предлагает что-то конечно я всегда с удовольствием на это отвечаю ну и насколько сегодня а ну как коллеги в данном случае что съемка в кино знаем как это происходит как проход проходит этот этап вот и иногда и режиссера не видно где он там ходит вроде как ты чего-то отыграл но это бывает по-разному на самом деле вот я считаю что так я сам я люблю я привык доверять режиссеру да я очень люблю когда режиссер доверяет мне на самом деле когда режиссер выбирает какого-то актера он уже полагает да он либо знает его либо предполагает либо действительно как бы когда видно доверие ты выкладываешься не то что на 100 выкладываешься на все 200 процентов чем еще для меня кино в кино ты должен приходить абсолютно готовым и тут тебе помогает театр потому что ты в постоянном тренинге ты в постоянном форме и чтобы прийти сразу сыграть дубль там или сколько нужно ты должен быть готовым но текст по крайней мере в ничьи дома главное проблема да вот но возвращаясь к теме сегодняшних и сериалов и фильмов безусловно есть проходные какие-то вещи это кстати касается не только отечественного кинематографа но и самого самого штана из голливудского вот и проблема то насколько я так понимаю стоит даже не в актерах и в режиссерах они вроде бы есть и в общем-то хороший режиссер может научить даже среднего актера в общем-то выполнять свою миссию а что уж говорить о профессиональных людях но все на проблема в сценариях проблема в сюжетах не кажется ли вам что иногда кино режиссеры и кстати и режиссеры театральные не успевают замечать те сюжеты которые нам жизнь подбрасывает ну наверняка хотя мне кажется сегодня не стали более внимательно к этому относиться да бывает так что какие-то сценарии даже вот смотришь по телевидению какие-то сериалы там я не буду называть канала но ты понимаешь что что-то подобное ты вот совершенно недавно видел да валент на рода небу буквально друг у друга что нажать да да очень похожи друг на друга но опять же вот если взять конечно сейчас сегодня стали уже очень внимательно относиться и кстати мне нравится что даже съемки каких-то сериалов стали проходить не только в москве и санкт-петербург другим горожей в других городах то есть стали возвращаться к тому советскому кино когда люди уезжали в кировки на экспедицию на полгода на год там на урал но это да значит появляются какие-то деньги вот тут возникает вопрос сохраняется ли сегодня как вам кажется но опять же вы как актер естественно проблема финансово не только с точки зрения зарплаты но если есть какой-то проект то хочется чтобы этот проект существовал если это например сериал если он хороший то делается 2 2 сезон 3 все сериал меряется сезонами сегодня на самом деле если сериал хороший если хорошая сценарная составляющая то всегда я вижу что подбирается очень сильная творческая команда начиная как бы от режиссера оператора и заканчивая всеми службами которые я понимаю что они работают на этот проект действительно эта команда и когда во главе команды стоит продюсер который он прекрасно понимает он отвечает за этот проект он прекрасно понимать что он хочет вот вернемся еще к такому важному моменту это как профессионализм то есть вы как человек который получил театральное образование и какой-то степени кино из с разных точек зрения вот потому что она актера кино учат все равно через актеры театра да но в дипломе у всех актеров дипломе написано актер театра и кино да вот как вот у меня правда дипломе написано режиссер над для тех кто остается еще на один год учиться но все равно даже режиссер театральном институте проходит курс актера и только потом дополнительный год режиссуры вот есть у вас ощущение что потихонечку все-таки профессионализм возвращается говорим да себя что был такой период когда казалось что все актер всех актеров профессиональных убрали вот и появилось какое-то огромное количество людей которые называли себя актерами хотя таковыми не являлись потому что они ну просто этого не это во первых видно это вид это очень даже школа существует несколько школ школа станиславского школа чехова да вот для любого человека который хотя бы чуть-чуть учился этому подача взгляд действий ну там много чего вообще про весь очень сложно я своим студентам журналистам всегда рассказываю что вы просто придите один раз и на занятия на одну пару скажем так студенческим языком говоря сценической речи когда это не просто люди сидят там учета рассказывают а когда друг друга таскают на спине когда куда-нибудь пытаются лезть или спрыгивать плюс сценический бой еще это тяжелейшая работа и вот не потеряли ли мы тот кусочек времени когда от профессионалов и многие кстати не вернулись у многих жизнь сложилась потом по-другому пришлось профессию менять не потеряли мы в кино что-то вот в этот момент и в театре кстати потому что ветераны то у нас сохранялись долго а вот этот средний промежуток я считаю что благодаря ветеранам которые сохранились то как бы вот они не дали раздражаться не заканчивая и на самом деле сегодня в кино и в театре работают очень хорошие профессионалы я вам скажу что даже вот я когда приезжал в липецк играть спектакль табачный капитан какая там очень сильная мощная труппа хорошие профессионалы которые владеют голосом которые владеют вокалом которые владеют танцем какие спектакли у них начинают драматические музыкальные мюзиклы и они владеют всем этим ну я думаю что наверное это еще связанные со школы конечно московская театральная школа много театральных я имею ввиду то что действительно является школой они какие-то подпольные частные кабинеты но у каждого преподавателя у каждого набора дам там свои легенды ходят свои звезды и так далее но что должно быть вот сейчас нас смотрят какие то может быть молодые ребята те кто стоят перед выбором который ну я вот хочу быть актером вот что должно быть у человека который планирует стать актером что это за характер должен быть очень твердый характер и и понимание того что в первую очередь ты придешь учиться не просто учиться быть артистом ты будешь учиться работать как говорили мне мои вот педагоги старые актеры они сказали что такое профессия актера ты всю жизнь своей работой вот каждый день доказываешь свое право быть в этой профессии каждый день ну и собственно говоря здесь же еще важно понимание что это общая культура то есть невозможно быть актером не читая да и кстати очень многим советую что ребята прежде чем вы решили куда-то пойти там допустим пробовать поступать то вы должны очень много читать не только что вам там задают в школе или то что вы проходите в школе но помимо прочего как бы вы еще должны очень много много читать чтобы учиться мыслить чтобы уметь думать потому что если вы думаете что вот вы придете вы придете увидите там больше 200 300 таких же ребят которые уверены что вот их возьмут и им повезет каждый из них он думает что ему повезет ну конечно безусловно но здесь опять же говоря о театральных например репетициях есть такое понятие как читка когда собственно говоря вот казалось бы простому человеку в кино ему показывают что кто-то там пьет кофе например но настоящий актер не просто пьет кофе он пьет кофе как должен пить этот кофе его персонаж то есть тот человек который которого он не изображает верно а кем он является и вот поразительно что читка в театре иногда занимает какое-то невероятное время когда пытаюсь вот многие наверно думают внутри сестры но сколько уже можно ну сколько уже было версии самые разные и все равно если правильно читать и правильно но понимать эпоху у каждого возникает своя версия но я могу вам сказать больше не просто читка когда театре киноактера мы репетировали в спектакле чайка у нас было название чайка съемки фильма то есть все действие происходило на съемочной площадке где снимали фильм чайка помимо прочего начитки мы еще потом писали биографии каждый писал биографию своего персонажа да что происходило у этого персонажа вот до этого периода почему он стал таким вот и поэтому важно понимать что завершая уже наш разговор что профессия актера сегодня такой важный элемент важный момент когда искусство ну у нас сложные времена пандемия ситуация сейчас в мире и так далее и тому подобное экономическая ситуация в мире тоже она заставляет людей все равно искусство она всегда помогает и когда вот все хорошо так как развлекуха чего же там греха той и конечно же в те времена когда нужно задуматься что-то перечитать что-то донести и всегда приятно наверное когда вы идет монолог и вас слышат слушают разговаривают как вы говорите с вами это значит что вы попадаете прямо в тоже должен знать что ты говоришь зачем ты это говоришь ну что нам остается пожелать вам удачи спасибо чтобы вы липецком не ограничивались но естественно москва и московская область остаются сами по себе местом вашей активной работы ну и конечно же кино чтобы у вас были новые роли спасибо чтобы кастинг директор не успевала отбиваться от предложения для вашей работы андрей москвичева актер театра и кино это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго до свидания